Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Рассталась с молодым человеком около года назад из-за обидов с его стороны. Встречались и жили полгода, так как недостойное поведение не прекращалось, я приняла решение уйти. Ранее до этих отношений были здоровые отношения, продолжительностью в три года. После не получается строить отношения и не хочется, так как очень редко получается знакомиться, даже если вдруг ухаживают, все не то. Самая часто думая о бывшем, что жалко все так получилось, но вечно его отвергаю из-за предыдущего неудачного опыта. О бывшего молодого человека до сих пор чувствую любовь, он старается наладить отношения, делать поступки. На данный момент живем в разных городах и странах. У меня есть мысль лишь, что можно выстраивать заново отношения, но рассуды говорит, что реакции людей и люди не меняются. Как принять решение, на что опираться? Мария, так зовут автора. Я, если честно, несколько запутался в ваших молодых людях, кто бывший, кто не бывший, с кем вы отношения хотите построить, с тем, у кого у вас были абьюзивные отношения или с тем, у кого у вас три года были здоровые отношения. Вот. Но мне кажется, что в основе, собственно, проблематики лежит то, что вы в отношениях пытаетесь решить некоторые свои проблемы. Вот. Например, вы пытаетесь, можете пытаться в отношениях решить проблему своего одиночества. Например, проблему, собственно, неполноценности, потому что вы говорите, что когда за вами ухаживают, вот есть ощущение, что, ну, как бы, все не то. Вот. И это, как мне кажется, ну, довольно такой серьезный момент, вообще-то говоря. Потому что получается, что вы несколько не в самих отношениях заинтересованы. А получается, что вы заинтересованы в том только, чтобы в отношениях что-то, ну, может быть, почувствовать. Да? Может быть, что-то ощутить. Может быть, как-то себя увидеть по-другому. Ну, в смысле, поговоря по-другому, я имею в виду, как-то себя почувствовать. Вот. Вероятно. Я в этом не уверен, ни в коем случае, но вероятно. Вы к этому можете стремиться. И мне кажется, что было бы довольно неплохо, если бы вы смогли вот этот момент для себя как-то зафиксировать. Вот. Было бы здорово, если бы вы смогли этот момент как-то для себя зафиксировать. И было бы очень хорошо, если бы вы ну постарались бы вот в себя разобраться. Ну, мне так кажется, было бы весна неплохо. Если бы вы постарались ну, определиться просто вот с тем, вам для чего вообще вот там, условно говоря, нужны отношения. Там, если бы у меня, лично у меня вкладывает вам такое впечатление, когда я считаю вашу сообщению, что вы как-будто бы чересчур вот, знаете, вы интересованы в этих отношениях. Вот. Как-будто вы чересчур, знаете, нуждаетесь в них. вот. Это довольно серьезно, на мой взгляд, бросается в глаза. Вот. Довольно серьезно это бросается в глаза. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. кажется. И, соответственно, не может это не мешать, как мне, опять же, кажется, не может это не мешать вам. То есть, вам не может это не мешать, ну, простраивать отношения. Вам не может это не мешать вести себя в этих самых отношениях. естественно. Вам не может это не мешать это полноценно раскрываться, ну, полноценно раскрываться в отношениях уже своих. Понимаете? Какая штука. И, соответственно, соответственно, если мы вот в этом ключе как-то двигаемся, как-то двигаемся, то, в первую очередь, вам нужно разобраться в себе. То, что вы не можете принять решение, это сомнения, это тревога. Вот. Дальше. У вас, судя по описанию, несколько было расставаний, вот, ну, расставаний, судя по всему, довольно болезненных у вас было. И это всегда, всегда травма. Вот. Это всегда травма. Вот. Это всегда определенная боль. это всегда определенная деформация психики. Вот. И, соответственно, вам нужно, как мне кажется, на этом также обратить свое внимание, потому что эта деформация на вас, она сейчас влияет. и мешает вам, собственно говоря, принять решение, которое было бы для вас, ну, актуально, было бы для вас корректно, было бы вам интересно и соответствовало бы вашим требованиям. Тот факт, что вы оказались в объязивных отношениях, традиционно говорит о наличии проблем с наценкой, о страхах остаться в одиночестве, о неком наказании себя. Вероятнее всего, не осознанным. То есть, вы можете не осознавать, что наказываете себя самым. не осознанным. Но, очень часто подобное явление возникает, происходит, и человеку довольно сложно с этим самостоятельно что-то сделать. Вы не совсем, как мне кажется, объективны в том, что люди не меняются, люди могут, могут измениться. для этого нужны, конечно, нужна мотивация, нужен стимул, для того, чтобы человеку измениться. Это правда. Но, люди могут меняться. И в том числе, люди могут меняться, как мне кажется, благодаря вам. Если вы, например, будете стараться следовать ну, вот своей модели поведения, если вы будете стараться следовать своим интересам, например, действовать в соответствии со своими интересами. В таком случае, на мой взгляд, есть все как бы шансы на то, что человек может изменится. Потому что отношение это система системная Это именно системная история. Вот. Это история, где поведение одного человека в какой-то степени формирует и образовывает поведение другого человека. и соответственно в какой-то степени опять же все зависит от вас в данном случае. Поэтому я бы сказал что вам сначала нужно не пытаться вот как вы говорите нас это оперетство с помощью это выглядит как что-то единоразово такое. А я бы сказал что нужно в целом обнести какую-то уверенность опору понимание чего вы хотите понимание что вы можете дать к примеру другому человеку если вы хотите что-то дать другому человеку. Вот. и уже соответственно исходя из этого можно будет что-то вам рекомендовать. Вот. Именно исходя из этого можно будет вам что-то предлагать что-то вы сами вполне способны будете для себя выявить в качестве жизненной стратегии например. Но пока что очень неопределенно вы себя чувствуете. и пока что есть такое ощущение что слишком зависим от ну например мужчин мужчин вот когда вы пишете например что часто думаю о бывшем жаль что так все получилось но вот с одной стороны вы тянетесь к человеку а с другой стороны понимаете что вам будет больно. Это такой вот замкнутый круг из которого вам необходимо выйти от этого нужно посмотреть какие деструктивные сбивающие факторы вас сталкиваются в пути вот ну и в целом в целом чувствуется обида чувствуется злость чувствуется тревожность страх вот чувствуется сомнение некоторая фрустрированность от вашего сообщения да вот и соответственно хочется вам будет волей-неволей задать вопрос а вы так много достаточно говорите про отношения как вы их видите то есть ну вот в целом как вы видите отношения в целом как они для вас эти отношения ну выглядят да то есть что они для вас там условно говоря представляют вот какое у вас поведение в отношениях как бы какая модель женского поведения у вас в отношениях это все на мой взгляд важно если у вас не кажется проблематика что вы не принимаете партнера ну своего партнера может быть не принимаете может быть не принимаете себе что-то вот запрещаете себе кем-то быть вот то есть у меня вот складывается такое впечатление что образ вашей реальности не соответствует как бы кем вы являетесь на самом деле вот эта вот диктомия противоречит постоянно вас тревожит и как мне кажется отменяет много сил вот а люди в том числе и вы оказываетесь перемолотыми этой борьбой мне кажется что если эту борьбу ослабить ее не надо полностью убирать она в какой-то степени может быть полезна но если эту борьбу ослабить хотя бы немного вот аааа то вам будет легче вот ааа как-то так на этом все надеюсь помог вам будет благодарен за обратную связь по моему ответы позволит вам ааа начать работу над собой ааа желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо спасибо Продолжение следует...